Тем временем медики областной клинической больницы борются с немой эпидемией. Так они называют нынешний уровень распространения остеопорозом, болезни, которая разрушает кости человека. По их словам, в группе риска большинство из нас, вне зависимости от возраста и образа жизни. Все больше людей во всем мире становятся инвалидами из-за остеопороза, говорят запорожские медики. Во время этой болезни кальций вымывается из костей, они становятся хрупкими и ломаются. Каждая третья женщина, живущая в Украине, и каждый пятый мужчина, живущий в Украине, страдает остеопорозом. Это та немая эпидемия, которой, к сожалению, никто не определяет никакого внимания. Распространено среди женщин, особенно женщин молодого возраста, у которых были какие-то проблемы со стороны гинекологии. Одно из наиболее грозных осложнений данной патологии – это перелом шейки бедра или перелом позвонков, которые очень часто приводят не только к инвалидизации людей, но и к летальным исходам. Чтобы напомнить и предупредить жителей региона об опасности этого заболевания, сегодня в областной больнице провели день остеопороза. Пациенты имели возможность пройти всесторонние обследования одновременно у нескольких профильных специалистов. У меня остеопороз, и у меня ломаются кости. Одной ноги поломано, второй и руку поломано. У меня больные суставы плечевые, и, значит, коленные суставы, и позвоночник. Месяц или полтора я не мог руки даже поднимать, понимаете? Лечить кости можно и нужно. Это главное, по словам врачей, что они хотели бы донести до своих потенциальных пациентов. Тем более, наш город – один из пяти в стране, в распоряжении которого есть необходимое современное оборудование. Такой аппарат стоит 250 тысяч евро, и его называют «золотым стандартом в диагностике остеопороза». Исследование проходит безболезненно, безинвазивно. Исследование занимает 10-15 минут с выдачей результата. На сегодняшний день лечение остеопороза не является каким-то дорогостоящим или каким-то очень затратным методом терапии. Существует огромное количество лекарственных препаратов, которые способны влиять на плотность костной ткани, повышать минеральную плотность костной ткани. Обезопасить себя от заболеваний костей можно, говорят врачи. Чем больше в рационе рыбы, сыра и других молочных продуктов, тем лучше. Суточная доза кальция должна составлять не менее 200 мг. Если у вас утром на расческе остается значительное количество волос, если ваши ногти слоятся, если есть какие-то непонятные боли в поясничном отделе позвоночника, безусловно, в этом случае есть смысл заподозрить наличие остеопороза. Очень длительное время люди не знают о том, что у них существует остеопороз. И он диагностируется в довольно подней стадии, когда у больного происходят уже переломы костей. Выявление и лечение этой болезни очень актуальны, вновь повторяют медики. Для того, чтобы улучшить качество медицинского обслуживания в этом направлении, накануне была даже создана областная ассоциация остеопороза.